364 кубометра мусора именно столько вывезли в первый день общегородского субботника. Напомним, что в Уральске стартовал месяц чистоты, который начался с уборки отходов на улицах и во дворах. Все подробности далее. В первый же субботник вышел Аким Уральский Мержан Сатканов в сопровождении других госслужащих, чтобы своим примером показать, что уборка в городе мероприятие важное. Стартовал месяц чистоты в 10-м микрорайоне, затем делегация двигалась по трассе в сторону Желаева. Охватив также район мясокомбината, улицы Гагарина и Ружейникова. На уборку также вышли студенты, сотрудники коммунальных подприятий. Последние обеспечили необходимой техникой для вывоза отходов, задействовав 20 единиц. К слову, мусора в первый же день вывезли много, аж 364 куба. В целом, это у нас по плану первая неделя, во вторых, третьих неделях по плану ожидается у нас посадка деревьев. Как сами знаете, в весенней именно пору посадка деревьев посадили свыше 3000 деревьев. В основном войной породы, в том числе тополя, липы, каштаны и так далее. В целом, также в четвертой неделе планируем провести акцию «Чистые берега». Как сами знаете, через накраине нашего города протекают в целом три реки. Мы будем очищать именно набережные этих трех рек. Параллельно с уборкой мусора происходят работы по благоустройству дворов, коих в городе более 500. Из них около 200 нуждаются в модернизации. В этом году за счет местного бюджета провели благоустройство в 38 дворах. В комплексе работ, помимо установок лаваджика, проведение придомовых территорий в надлежащий вид, также возведение игровых и спортивных площадок. С каждым годом работа по благоустройству города становится все активнее. Только в этом году мы благоустроили 38 дворов. Эта работа будет продолжена. Каждый год мы планируем модернизировать около 50 дворов. Тогда за 3-5 лет мы благоустроим все дворы Уральска. Это придаст городу хороший облик и доставит комфорт жителям. Власти города, между тем, призывают жителей принимать активное участие в субботниках. Стоит отметить, что месячник частоты продлится в областном центре до 21 октября.